Тот, что всему голова, не перестает дорожать. В причинах роста цен на хлеб разбирались чиновники, пекари и представители торговых сетей. Цена за килограмм растет, как на дрожжах. 13 февраля 2015 года в магазинах федеральных сетей минимальная цена на хлеб пшеничный составила 26 рублей 85 копеек, что по отношению к 30 января 2015 года показывает рост цен почти на 7%. Максимальная цена на хлеб пшеничный составила 50 рублей 32 копейки и рост здесь уже у нас составляет практически 54%. Светлану Давлетову больше всего волнуют темпы роста. Производители обуславливают подорожание повышением цены на растительное масло, дрожжи и упаковочные материалы. К примеру, хлеб ржанопшеничный за 1 килограмм в январе стоил 34 рубля 23 копейки. В сравнении с декабрем 2014 года рост более чем на 6%. Ярославская область 29 рублей 20 копеек. Темп просто 1%. Вот я бы ориентировалась на Ярославскую область. Я понимаю, что у них есть свой завод по производству муки, возможно, логистика и так далее, тому подобное. Но при всем при этом разница в 5 рублей, я не думаю, что она снивелирована именно логистикой. Проблему возврата хлеба производители обозначили еще на прошлом заседании. Стали разбираться. Оказалось, что торговые сети возвращают пекарям тонны продукции. В связи с чем в течение года, условно говоря, на свалку отправляются миллионы рублей. Возврат редко связан с качеством продукции. Чаще торговая сеть перестраховывается. Неграмотно рассчитывает аппетиты. Например, в праздники. Иногда покупатель подводил, не брал хлеб в таком объеме, который мы примерно знаем, сколько на каждые праздники идет хлеб. Вот в связи с этим, ну это большая часть такая происходила. Поэтому, как большие праздники, все. А так, ну, моменты были в части того, что, ну будем говорить, такое некачественное, но это почти единицы. Кроме того, заказ для пекарни составляют сотрудники далекие от хлебного прилавка. У некоторых сетей процесс и вовсе автоматизирован. С магазинами, с розницей мы работаем напрямую. Заказы идут. А сети, ну, в основном формируются заказы на офисах. И, может быть, не всегда офис может отследить и точные дать данные на завтрашний день. Хотелось бы обратиться к сетям, чтобы они приняли это себе на заметочку. Тем не менее, возврат – это решение обоюдное. Производители сами идут на это, дабы быть привлекательнее в глазах сети реализатора продукции. Когда все приходят к нам, когда все хотят получить реализацию «Тоннаж», они, я имею в виду производители, предлагают нам, как конкурентное преимущество, забирать возврат. Никто возврат не навязывает. Работать без возврата можно, но лишь в том случае, если табу объявят все хлебопекари разом. Это позволит прекратить выброс хлеба и денег на ветер. Отметим, что на цены в магазинах этот процесс не влияет.